Фильмы с закрученным сюжетом и неожиданной развязкой уже давно стоят особняком для многих любителей кино. Ведь, как гласят правдивые заветы картины Престиж, зритель желает быть обманутым. Но вот проблема. Когда хочешь посмотреть что-то в таком духе, а все раскрученные ленты уже просмотрены, то на поиск фильма подобного плана уходит больше времени, чем на сам его просмотр. Поэтому мы и решили составить для вас подборку, в которую вошли не самые известные ленты с неожиданной развязкой. И если ролик окажется для вас полезным, то вторая часть этого топа не за горами, поскольку у нас в Загашнике есть еще интересные фильмы, которые мы можем вам порекомендовать. Ну что, поехали! Десятое место. Что скрывает ложь? Будни семьи Спенсеров, которые и без того не особо радужные, становятся поистине криповыми, когда Клэр начинает преследовать череда странных и пугающих событий в ее собственном доме. Что сразу же превращает фильм, который может поначалу показаться типичной и сопливой мелодрамой, в мистический триллер. Культовому режиссеру Роберту Земекису вполне удалась проба пера в новом для себя жанре, и мы получили интересную и напряженную картину. Девятое место. Обитель теней. Женщина с четырьмя детьми, тремя сыновьями и дочерью отчего-то скрываются. Они находят пристанище в большом уединенном старом доме и решают остаться здесь жить. На ближайшей к их дому ферме живет симпатичная девушка Элли, с которой дети сразу же подружились. Но вскоре идиллической жизни приходит конец. Мать умирает, и в доме начинают происходить до чертиков пугающие события. За помощью обращаться некому, бежать некуда, и придется встретиться с загадочными вещами лицом к лицу. Восьмое место. Детектор лжи. Совершено жестокое убийство молодой девушки, а главный подозреваемый в этом деле – странноватый отпрыск богатых родителей, которому предстоит пройти ряд вопросов на детекторе лжи. Виновен ли он? Он вообще в себе? А, собственно, кто здесь кого допрашивает? Что не так с этими полицейскими? Эти и многие другие вопросы у вас возникнут во время просмотра этой ленты. А Тим Ротт, по всей видимости, уже в 97-м году чувствовал в себе задатки доктора Лайтмана. Седьмое место. Отзвуки эхо. Том Вицкий, просиживая вечер в компании друзей, решил в шутку поддаться гипнотическому влиянию, чтобы доказать, что все это чушь и нелепые россказни. Однако во время сеанса что-то пошло не так, и теперь его жизнь превращается в лютый кошмар, который способен свести с ума любого человека. Закрыть эту дыру в его чертоге разума никак не удается, и единственный вариант для Тома разобраться, в чем здесь дело. Желательно до того, как все эти сверхъестественные ужасы с призраками наперевес сведут в могилу его самого или кого-то из его близких. Шестое место. Пять неизвестных. Детективная история о пяти людях, которые очутились на заброшенном складе в полных непонятках, что вообще здесь происходит, поскольку из-за вскрытого баллона газа всем напрочь отшибла память до той степени, что никто из них не помнит не только события последних часов, но и собственные имена. Становится ясно, что кто-то из них является похитителями, а кто-то жертвами. Героям предстоит выяснить, кто есть кто, и как быть, пока к злодеям не приехала подмога, с не самыми радужными планами в отношении некоторых из них. Пятое место. Яма. Четверо студентов престижной английской школы решили пойти против системы, увильнуть от скучного отдыха с семьей на каких-нибудь островах и устроить себе особенную вечеринку с Блэк Джеком и сокурсницами. Выбрали герои для этого бункер времен войны. Правда, юные бунтари еще не подозревают, каким кошмаром и тестом на выживание для них может обернуться этот беззаботный отдых. Четвертое место. Связь. Восемь друзей собираются на званый ужин в тот же вечер, когда комета, пролетающая раз в сто лет, совершает очередной рейд над Землей. И все бы ничего, но у всех поголовно выходят из строя телефоны, а весь квартал остается без света. И нам вместе с героями приходится выйти наружу, чтобы понять, что на самом деле происходит. Особой крутости этому фильму придает тот факт, что он снят ровным счетом на коленке, за пять ночей и бюджетом в 50 тысяч долларов. Третье место. Тупик. Двадцать лет подряд глава семейства Фрэнк возил семью на рождественские праздники к тёще и всегда ехал по одной и той же дороге, но не в этот раз. Решение сократить путь через лес не назовешь удачным от слова совсем. Ведь за героями увязывается загадочная черная машина и таинственная женщина в белом. На каждом новом дорожном знаке указывается населенный пункт, который невозможно достичь, а дорога выглядит бесконечной. Второе место. Тело. Охранник морга, который в приступе паники бежал со своего рабочего места, куда глаза глядят, попал под машину и оказался в коме из-за полученных травм. По прибытии полиция выясняет, что охранник пытался вызвать патруль, а в одном из холодильников морга не хватает тела женщины, которая умерла накануне. Полицейским предстоит выяснить, что здесь происходит, замешан ли вдовец погибшей и как объяснить ряд странных событий с мистическим уклоном. Это чья-то злая шутка или все намного сложнее. По ходу развития сюжета нам подбрасывают новые детали, которые заставляют посмотреть на происходящее под другим углом и переосмыслить ситуацию. У режиссера Ориоля Пауло вышел весьма крепкий детективный триллер, который способен увлечь, заинтриговать, а где-то и удивить, чем и заслужил место в нашем топе. Первое место. Тринадцатый этаж. В этом случае мы немного слукавили, потому что эта картина со временем все же нашла своего зрителя и не осталась на задворках истории. А в топ мы ее включили в качестве напоминания. Судьба этого фильма не задалась изначально, ведь понятие фантастической картине о виртуальной реальности, вышедшей в девяносто девятом году, ассоциируется в первую очередь с Матрицей. Так что этой ленте не повезло выйти именно в этот момент. И пока творение братьев-сестер Вачовски победной поступью шло по миру, этой картине пришлось сидеть, курить в углу и не отсвечивать. Справедливости ради, шедевром этот фильм назвать нельзя, однако это очень занятная фантастическая история о том, как люди создают искусственную реальность, не понимая, каким итогом их может привести эта игра в богов. Но им об этом начинает бережно напоминать череда загадочных убийств. А вот насколько им понравятся ответы на их вопросы, узнаете после просмотра. На этом все. С вами был канал Skyrimovie. Делитесь вашими впечатлениями в комментариях под видео. И не забывайте подписываться на канал и наши соцсети. Все ссылки в описании. Смотрите только хорошее кино. Пока.